всем привет дорогие друзья с вами снова я домината space и добро пожаловать в мою новую рубрику на канале в которой мы с вами будем рассматривать различные жанры аниме и соответственно тайтла которым к ним относятся которые я считаю были бы довольно таки интересными сериями лего и это могло бы создать совершенно новое ответвление для наборов конструируемых от лего и все в этом духе сегодня мы с вами посмотрим на два замечательных аниме которые как по мне были бы шикарно интерпретированы в лего это код гиас и гуренлаган два эталонных аниме в жанре меха вот и в принципе оба являются наверное наиболее интересными и кардинально различающимися по своему посылу главные идеи персонажами но все равно они оба для меня но любимые хотя под я все-таки наверное на процентов 5 больше нравится чем гуренлаган но гуренлаган это все равно магма течет в наших венах поэтому он не сильно отстает в любом случае у нас в обоих произведениях имеется довольно таки большое количество различных интересных роботов то бишь мехов которые садятся люди ими управляют вот эта идея была придумана еще со времен гандамов и в принципе данная идея у нас уже была реализована компании лего в 2006 году с их серии лего экзофорс как раз таки кстати говоря тогда когда и начал выходить код гиас гуренлаганом вот и там даже был персонаж хикару который был похож максимально на камину из гуренлагана ну да ладно сегодня у нас видео не экскурс прошлое рассуждение о том какие наборы по код гиасу могло бы выпустить лего если бы она этого захотела в чем я очень сильно сомневаюсь но в любом случае давайте уже без промедления начнем и так вообще я считаю что если бы лего выпускала код гиас в своей линейке наборов то это было бы логичнее всего сделать в году так 2019 или двадцатом когда вышло продолжение код гиас воскрешили лучше которое кстати говоря такое себе абсолютно ненужное для истории но в любом случае на этой волне воскрешенной можно сказать популярности данного аниме можно было создать различные наборы и мехи например вот этот замечательный модифицированный шинкира из как раз таки этого самого полнометражного фильма это мог бы выйти полноценный набор где бы у нас он включал например мини фигурку лилуша ситу на калин и может быть еще нескольких противников или могли бы сделать это вообще самым большим набором в котором был бы еще противостоящий ему мех хотя в данном случае мне кажется в в оригинальном аниме сериале есть гораздо более интересные баталии которые можно было бы в общем сделать наборами лего давайте посмотрим итак ланцелот албион конечно же самый наверное знаменитый nightmare то бишь мех из код гиаса которым пилотирует сузаку куруруги мне кажется данный набор мог быть разбит на два то есть один это просто ланцелот в обычной своей версии второе это версия албион с крыльями дабл пэк такой двойной набор может быть даже эксклюзив для какого-то сети магазинов как это бы было популярно раньше в 2008 например вот и типа он сражается с этим с гуроном с гурон марк 2 калин кодзуки и это мне кажется было бы вообще шикарно два таких подвижных меха вот максимально тоже детализированные их можно было бы сделать ну и включить там например по одной фигурке пилота для каждого из них чтобы ну цену немножко пониже сделать любом случае нам нужны только пилота из мини фигурок здесь и это было бы действительно здорово и мне кажется этот набор был бы очень интересным также довольно интересным вариантом для дабл пэка был бы данное сражение между гуроном а также мехом китайской федерации шенху которым управлял шинки по моему вот так как то звали лишь инки точно вот тоже довольно интересный мех довольно таки оригинальным дизайном вот был тоже одним из сильнейших с ним довольно сильно пришлось там попотеть чтобы одолеть это он там практически неубиваемый был наравне с калан и с сузаку вот довольно тоже интересно можно было сделать его даже limited edition как по мне ну и конечно же гавейн гавейн это наверное на втором месте мой самый любимый мех после шинкира и он бы у нас был бы громадиной настоящий громадиной потому что в нем во первых два пилота сидят управляют и он наверное размером с двух ланцелотов если их но так друг на дружку поставить вот это реально мог бы быть большим набором с неограниченной просто подвижностью и функционалом с этими его огромными лазерными батареями на плечах которые также могли сделать раскрывающимися элементами и там допустим поставить эти пулялки которые лего любит везде вставлять только в данном случае это было бы действительно к месту вот тут бы все могло раскрывается садить можно было бы пилотов и в целом был бы просто фан мак to play with and pose around так сказать и в целом да тут на самом деле огромное количество вот этих роботов которых можно было бы сделать в лего использовать мне кажется можно было даже ccbs вот детальки ccbs вместе с оригинальными леговскими или лего могло бы вообще сделать новейшую систему для сборных конструируемых фигурок если бы они именно пошли вот прямо не только кодгез да допустим делали серию а еще допустим какие-то другие опять же разные мини фигурки здесь огромное количество персонажей которых можно было бы сделать тоже добавить в волосы как в экзофорс может быть чуть-чуть их модифицировать сделать их менее такими не знаю безумными вот больше для мини фигурок вот еще как-то поработать над дизайнами пропечаток лиц вот и в целом да здесь огромное просто поле для экспериментов можно делать абсолютно различные пропечатки новые молды плащей например которые в китайском лего довольно таки давно используются но в оригинале еще не были использованы ну и в целом да огромное количество персонажей потенциал который был уже воплощен многими самодельщиками лего вот например у нас ланцелот сделанный полностью из лего деталек вот и как вы можете видеть с задачей своей справился довольно таки неплохо самодельщик вот допустим гуран кастомный довольно много действительно по кодгезу было сделано самоделок даже я делал вот и даже гигантские посмотрите это вообще что-то шедевральное ну естественно мой шинкира тоже как по мне эталонная модель которая могла бы быть модифицирована использована в оригинальном лего почему бы и нет потому что туда действительно можно садить пилота он полностью подвижен не стесняет движения щитки нормально стоят не можно поиграть можно поставить на полку отличный набор и не знаю почему лего до сих пор не возвратила экзофорс в новой такой линейки уже именно лицензионной и так великий гуран лаган да друзья наверное это название на устах очень многих поклонников аниме потому что это уникальное произведение с неповторимой хоть и немного странной стилистикой но все же вторая часть данного аниме мне нравится ах настолько сильно что это просто офигенно и на самом деле можно вдохновляться гуран лаганом бесконечно много и долго данное произведение насчитывает в себе тоже довольно таки большое количество различных мехов и роботов которыми пилотируют наши персонажи и в принципе здесь есть несколько моделей которые лего могло бы также воплотить в реальность например сверхгалактический мега гуран это конечно была бы гигантская постройка если бы лего это сделала вот но по большинстве мне кажется они бы могли создать наборы тех гандамов хотел сказать мехов из гуран лагана которые были у нас в первом например сезоне вот например розенган мне кажется выглядел бы неплохо и конечно же различные версии самого гуран лагана первая его самая простая вот и но конечно же до сверхгалактического который выглядит просто шикарно хотя честно не знаю как лего могли бы воплотить в реальность эти огни зеленые которые горят у него в туловище это было бы сложно мне кажется с точки зрения конструкции розенган вообще самая простая модель которую можно реализовать в лего и выглядит он не менее интересно на самом-то деле в нем различные детали я прямо вижу которые подойдут из си себе с кручен карта был дэнг систем которая появилась в лего бионикла хера факторе здесь прямо все эти скосики шикарного потошли и в целом точно не знаю как они могут могут реализовать все эти буры которые из него вылазили это наверное должны быть какие-то съемные части но если подумать в принципе можно сделать какие-то варианты как вот эти все все элементы могут доставаться из него и как он сражается в принципе подвижность его ничего не сковывает то же самое можно сказать и про меха вирала командующего дальневосточного отдела по искоренению человечества конечно же и в целом да этот мех точно не помню как его называют кстати говоря если помните напишите в комментариях но как по мне выглядит он также шикарно это у нас подвижная моделька как вы можете видеть японская и в лего мне кажется тоже выглядел бы довольно таки интересно и наверное вы уже многие заметили то что данные мехи в отличие от тех что были продемонстрированы в код геосе они все-таки более такие мультяшные и менее реалистичные но за все из-за стилистики гуренлагана как бы там ни было в любом случае эти модели могут быть достаточно подвижными и в меру детализированными помимо мехов обычных размеров в гуренлагане было просто огромное изобилие различных гигантских передвижных крепостей например дайгандзен который у нас главные герои экспоприировали у тимми руфа отвоевали кровью и потом так сказать вот это тоже мог бы быть гигантский набор в котором было огромное количество мини фигурок могли бы даже сделать его в рамках не не знаю какого-то юсс набора только игрового подвижного не просто поставить на полку он пылится а именно чтобы он там весь открывался там наши персонажи это мне кажется было бы просто шикарной идеей по сути был бы такой примерно как ходячий замок кстати да ходячий замок из лего тоже была бы шикарная идея жалко что мы наверное это никогда не увидим помимо дайгандзена лего могли бы выпустить такие передвижные крепости как вот это вот субмарина подводная которая пользовалась у нас изящная один и ей командовал вирал вот хотя на самом деле довольно таки маленькое время просуществовала эта посудина ну и выглядит она конечно так себе вот по сравнению с дайгандзеном также у нас было вот такого передвижное ерундовина я не помню как она называется если честно в общем ей пользовался зверочеловек в виде черепашки он даже путешествовал с лоргеномом до того как тот стал покровителем зверолюдей в общем вы поняли о чем я тоже интересная моделика может раскрываться но дайгандзен все-таки здесь мой фаворит если бы лего выпустила хотя бы один из этих средств передвижения больших дайгандзен был бы отличным выбором мини фигурки и персонажи да друзья здесь тоже огромнейшее изобилие тех персонажей которых можно воплотить в лего потому что в горенлагане просто гигантское количество всех героев в разных костюмах в разных одеждах с разными волосами можно придумать различные пропечатки сделать эксклюзивы для определенных наборов разные версии в общем вы понимаете насколько здесь просто огромный полет фантазии и лего если захочет когда-нибудь что маловероятно они могут действительно здесь сделать огромное количество крутых коллекционных мини фигурок ну и по традиции я продемонстрирую вам фанатские постройки из лего по горенлагану чтобы вы понимали то что это все действительно реализуемо то что я не просто здесь голословно говорю лего сделайте это сделайте то а на деле это просто невозможно сконструировать нет друзья фанаты уже делали модели которые во много раз превышают качеством и просто своим интересным видом и всем в этом духе оригинальные наборы лего здесь вы можете видеть обычную версию гуренлагана которая сделана просто не знаю как по качеству как какой-то ucs набор мини фигурки также были сделаны различные вот например у нас главный герой камина который вы можете видеть тоже выполнен с крутейшими пропечатками все это я так понимаю даже вручную прокрашена его волосы из пластика сделаны потом тоже покрашены очень здорово хотя мне кажется это слишком какая-то эксклюзивная версия достаточно было бы просто вот такого-то обычного камина и симона и замечательного гуренлагана вот посмотрите какая шикарная самоделка какая профессиональная презентация у просто фаната лего и гуренлагана такие наборы конечно я бы с удовольствием покупал и да это это здорово тут даже нечего сказать ну что ж друзья вот первый выпуск рубрики подошел концу пишите в комментариях что думаете на ее счет что вы думаете о наборах которые здесь были представлены и о тех сериях которые лего эх могло бы сделать и может быть когда-то и сделает хоть я в этом и не уверен в любом случае всем спасибо всем удачи и пока